Книга «Открытым оком», том 1, тема молитвы, вопрос 62. «Можно ли словами Евангелия доказать необходимость молитвы к Божьей Матери?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Только через выводы косвенным путем. Прямого указания в Библии нет, поэтому настаивать на том, чтобы не признающие молитвенного обращения к Божьей Матери септанты молились, читая каноны и акаписы, преснодеве неправомерно. Она сама о себе сказала «Се раба Господня, да будет по слову твоему». Эти слова в смысле подражания более выполняются у сектантов, нежели православных. Православные не любят Библию на каждом шагу и учением, и делом воюют против нее. Пастыри православные ничем не отличаются от тех пресвятеров, которых апостол Павел собрал из Эфеса. Деяния 20.17-38 стихи Из Мелита же, послав в Эфес, он призвал пресвятеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господом со всяким смиренно-мудрым и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и к чему не учил бы вас всенародный по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует. Говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я приняла к Господу Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, те вы, между которыми ходил я проповедуя Царствие Божие, посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествиям войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуете, помятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сие. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.